Наталья Ильина 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 конвенция вот но к сожалению из-за пандемии два года она уже не проводится и я как бы соскучился по таким большим мероприятиям а там я знаю что можно познакомиться с новыми людьми ну и так далее ну что со всей россии туда приезжают а чем вы там занимались вы какие-то лекции слушали или просто показывали свое творчество другим да там большая программа насыщенная мастер-классами плюс там можно подать проект выиграть грант вот это тоже как бы вот мне было интересно а в целом там общение то есть ты знакомишься с единомышленниками со всей россии ну вот это самое ценное мне кажется я знаю ты с кем-то интересным там познакомился расскажи об этом да да ну вообще то есть я ожидал что будут жонглеры вот но не ожидал что буду жить в одном домике с жонглером из цирка дюс аллей вот это владимир пестов вот в свое время вот он участвовал поскольку пандемия там сожалению закрылась шоу в котором он участвовал ну вот он семь лет там был соло жонглером в одном из очень интересных представлений ну я просто ну это было как бы таким волшебством что я вдруг оказался там с ним и вот мы подружились он много чего рассказывал то есть это было здорово да мне очень понравилось а ты когда ехал на тавриду ты вообще мог предположить что станешь одним из победителей грандового конкурса и получишь деньги на свой проект конечно я поскольку подавал у меня была такая как надежда но я да я как бы только недавно вообще занялся проектной деятельностью начал писать проекты и для меня это было неожиданностью но очень приятный а можешь рассказать тогда про свой проект подробнее вот что он в себя включает и в чем его цель да конечно ну цель проекта это популяризация жонглирования как позитивной формы досуга очень полезной для молодежи петрозаводска этапы которые он себя включает это ну основное это мероприятие это открытые тренировки что это такое это такие то есть у нас три раза в неделю проходят тренировки на которые может прийти любой желающий любой петрозаводчанин неважно какого возраста то есть если это маленькие дети они приходят с родителями приходят семьями и так далее и мы вот учим жонглировать то есть людей с нуля кто никогда не умел но хотел там научиться вот а также мы будем проводить мастер-классы в вузах в школах и вот на этих мастер-классах где мы учим жонглировать тремя мечами то есть все хотят научиться попробовать вот мы можем научить и мы будем рассказывать об этих тренировках и звать всех приходить к нам ты получил сейчас грант и твои дальнейшие действия то есть ты сейчас предположим идешь по торгу и договариваешься о том чтобы проводить там мастер-класс правильно я понимаю да 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 то есть мы уже я уже связываюсь с преподавателями физкультуры с правкомом мы уже договариваемся о помещениях в котором в которых мы могли бы заниматься и так далее ну а какой-то каком-то освещение рекламе вот этих событий да поскольку у нас вся деятельность она как бы бесплатная то есть мы только рады будем чем больше людей придет попробовать жонглирование вот так что приходите вот есть какой-то отклик они ты приходишь на разговаривать о том чтобы предложить свой проект вообще как люди реагируют они удивляются или с радостью готовы участвовать да ну получается проект я выиграл недавно то есть мастер-классы они только сейчас планируются собственно только в социальных сетях мы еще пока что ну вот рассказываем о проекте ну и на тренировках вот так что основная часть сам проект он будет проходить в течение года до следующего августа вот у нас там более 80 тренировок планируется 20 мастер-классов причем да еще будут мы будем записывать тоже это важно видеоролики обучающие как раз по жонглированию простые трюки вот и будет у нас конкурс в социальных сетях проходить тоже вот мы выиграли грант то есть это будет финансирование призов подарков ценных связанных жонглирование и так далее вот ну то есть всем кому мы рассказываем да у них есть откликнуть им они интересуются когда это начнется когда можно прийти будет вот подниматься и тренировки они уже начались вот эти открытые можно уже приходить а куда приходить да ну я поскольку являюсь специалистом клуба смена молодежного у нас на базе нашего клуба в помещении на александра невского 55 проходят тренировки три раза в неделю летом мы вообще занимались на улице и на улице нам больше всего нравится это ближе нам нам я когда говорю это я имею ввиду наше сообщество жонглеры петрозаводска вот мы вообще такие уличные ребята то есть мы уже более 10 лет нам скоро исполнится 10 лет и начинали мы с улицы и вот это наш любимый вид активности и вот летом это идеальное время чтобы научиться жонглировать или вот продолжать жонглировать я так считаю летом вы занимаетесь в губернаторском парке да да в основном губернаторском парке это вот у нас такая точка которая вот сложилась вот этими то есть нам это место больше всего понравилось из всего того разнообразия парков и так далее что есть петрозаводске давно какое-то такое энергетически не знаю вот эта полянка занимаемся определенном месте да она нам очень нравится а вот грант в 150 тысяч я еще знаю что ты будешь закупать материалы и так понимаю булавы на эти деньги хватит ли его вот этих денег средств чтобы реализовать всю твою задумку да ну то есть я думаю на первое время до реквизит конечно вот допустим булавы это дорогой реквизит потому что мы хотим у нас есть небольшой небольшое количество булав для новичков но вот профессиональный реквизит которым очень удобно заниматься и который хочется держать в руках которым хочется жонглировать он к сожалению да стоит денег вот булавы конкретно так что мы их заказали на первое время нам хватит а дальше уже посмотрим а мячики мячики мы делаем сами вот мы тоже ну там на это выделяются средства мы покупаем просто мячики для сухого бассейна детского засыпаем туда крупу запаиваем это все паяльником получаются такие очень качественные мячики которые мы собственно тоже разыгрываем постоянно раздаем вот людям кто учится с нами жонглировать а с какого возраста можно прийти позаниматься пожонглировать да ну прийти можно в любом возрасте то есть если это маленькие дети можно с родителями прийти я обычно просто родителям показывать упражнения они их уже сами с детьми практикуют вот но в основном у нас проект нацелен на молодежь от 14 до 35 вот но мы как бы открыты для всех можно приходить и попробовать пожонглировать я знаю есть целое сообщество в городе жонглеры петрозаводска можешь рассказать поподробнее сколько вы уже занимаетесь ты говорил уже почти 10 лет кто приходит много ли народу да ну у нас богатая на самом деле история в городе мы участвовали в огромном количестве мероприятий самых разных это все получается в 2011 году началось вот как точка отсчета тогда меня еще не было в клубе я появился только через год 2013 до 12 но я самостоятельно занимался два года до этого вот а потом узнал что в петрозаводске вдруг появились жонглеры я думал что я один я занимался дома вот знал что в питере есть жонглеры и хотел в питер поехать с ними познакомиться а тут оказалось что петрозаводске тоже появились и я конечно с ребятами связался вот и мы подружились в итоге и стали вот активно нас было несколько пять человек и мы начали активно это продвигать тогда в то время еще 2012-13 год активно участвовали вот разных событиях мероприятиях и поскольку мы жонглировали на улице то люди они просто из ниоткуда начали к нам какие-то сыпаться предложения выступить сделать номер куда-то прийти научить кого-то и вот пошел поехало ну и по итогу я вот здесь сегодня то есть это все череда событий связанных с жонглированием вот то есть ты еще до возникновения сообщества жонглеров петрозаводска начала этим увлекаться а как ты к этому пришел да ну вообще у меня такая история мне кажется классическая среди жонглеров самоучек вот любителей я учусь ну как это было это был канун нового года я сидел играл в counter-strike у меня на столе лежала ваза с мандаринами вот и в перерыве там был маленький перерыв в игре я просто взял мандаринки и мне захотелось просто перебросить и я понял что я не совсем понимаю как это сделать вот ну я постоял подумал и в общем тремя тремя мандаринками научился самостоятельно просто как-то вот поразмыслив а потом мину и все и потом это зацепило я начал сам развиваться искать уроки видео на ю тубе и так далее то есть все началось с мандаринов да да все началось мандаринов так по классике можешь рассказать для родителей которые возможно нас смотрят и хотят отправить детей заниматься жонглированием чем это полезно для человека для его здоровья да ну то есть тут конечно основной аспект это ловкость то есть вы улучшаете координацию реакцию вот мелкую моторику чувство ориентации в пространстве этого полезно для глаз потому что там такой вид зрения вы когда вот в расфокусе чтобы увидеть общую картину когда ты жонглируешь то есть это тоже полезно потом это снижает чувство стресса то есть ты отвлекаешься погружаешься полностью в этот процесс и плюс есть такая тема как когда у тебя получается то есть у тебя постоянно получается это постоянно все лучше и лучше и ты просто вот это закрепляется чувство вот этого успеха от того что получается это тоже как бы такой приятный психологический момент как вообще быстро можно научиться жонглировать сколько времени это занимает да тут очень индивидуально ну можно научиться за одну тренировку там за часа полтора научиться делать тремя мячиками бросать 10 бросков например тут просто сложно точно сказать потому что многие из нас там допустим отвертку в руках держишь и ты немножко перебрасываешь то есть кому то у кого то есть какая-то склонность и человек не сознательно развал развивал этот навык на каком-то уровне и когда он пробует жонглировать тремя мечами то у него очень быстро получается а у другого человека нет то есть он просто ну как-то меньше этим занимался вот а так можно научиться всем просто у кого-то чуть дольше кто-то быстрее вот так это несложно на самом деле то есть навык все равно можно развить даже незаметности от способности которые изначально есть да да навык можно развить особенно когда ты идешь кому-то заниматься вот допустим к нам потому что мы у нас богатый опыт и есть определенные подходы к обучению от простого к сложному то есть мы знаем очень много подготовительных упражнений чтобы научиться и люди они не знали как и вот мы показали они научились ничего сложного если правильный подход а я видела по фотографиям вашей группе есть натянутый канат между деревьями зачем он он вам тоже как-то нужен для тренировок да ну вот в общем жонглирование это такая деятельность она в общем это можно использовать очень много где и хорошо комбинируется с другими видами там циркового искусства так далее и вот допустим это получается стропа называется стропа она натягивается между деревьями ты держишь равновесие эквилибризм и можно одновременно жонглировать на стропе это вот еще одна такая как усложнение и интересный навык он потому что тоже там очень сильно задействуется ловкость вот это чувство баланса координации нам просто было интересно это расширять свои как бы рамки вот мы еще одна одноколесных велосипедах катаемся и жонглировать умеем на одноколесных велосипедах занимались фаер-шоу крутили другие разные снаряды цирковые то есть в общем опыт богатый приходите мы расскажем покажем и чему-то научим а такой общий вопрос вообще цирковое искусство насколько она в карелии развито я например не слышала раньше о жонглерах петрозаводска я думаю многие об этом не слышали давай как-то эту тему разовьем ну получается мы хотя и выступали там на большом количестве мероприятий но все равно сложно объять все да в общем к сожалению в петрозаводске нету никакой цирковой студии нету цирка мы в карелии в целом хотя в регионах там есть маленькие цирковые студии вот ну вот мы появились просто вдруг так сложилось сошли звезды что встретились некоторые самоучки и появился клуб да то есть у нас нету какого-то большого ресурса чтобы освещать свою деятельность пока что но вот мы как раз теперь это планируем развивать просто раньше мы занимались этим как у нас было такое объединение это хобби для всех нас былают мы просто получали удовольствие люди к нам приходили как-то самостоятельно узнавали о нас мы там освещали просто свою деятельность вот а теперь как-то повзрослели и появилась какая-то потребность делиться хочется вот этими навыками этими наработками и знаниями поделиться потому что жонглирование это очень богатый мир очень много проходит мероприятий соревнований можно выезжать в европу работать жонглером в цирке или в театре вот я допустим театре работают уже второй год сейчас будет случайно тоже так получилось как жонглер то есть сюда мир богатый и вот мы выходим из тени так сказать и теперь готовы вот этим делиться театрах тоже нужны жонглеры да ну так бывает вот допустим сейчас вот музыкальном театре нашим там идет оперета мистер икс вообще называется еще принцесса цирка и там это все вокруг цирка то есть все действия происходят как бы в цирке и вокруг и туда я получается жонглирован на набережной есть меня такое тоже хобби и ко мне подошла девушка вот я жонглировал как раз четырьмя булавами ну и вот она поинтересовалась что не хотел бы я попробовать поработать в театре потому что они как раз сейчас ищут джонглера который ну умеет джонглировать серьезно вот и как раз да я там через два дня пошел пришел сын как осмотрю посмотрели как я жонглирую и уже в тот же день меня сразу повели в мастерскую где снимают мерки для костюмов это было так очень приятные ощущения и необычные потому что на пятом этаже где вот находится цех где шьют костюмы там из окна видно как раз видно набережную видно озеро где я как раз стоял и жонглировал еще два дня назад а теперь вот все я в театре ну и да это мне очень понравилось это интересный опыт потому что раньше в свое время мы жонглировали у театра когда шел дождь там есть такой небольшой навес учатся где колонны и вот теперь с улицы попал в театр и там работаю мне очень нравится а чем сложнее жонглировать булавами или мечами или это одинаково да конечно мечами проще жонглировать потом ты выбираешь можешь еще попробовать кольца либо булавы в нашем случае кольца мы отбросили потому что на улице кольцами сложно жонглировать их сдувает просто нелегкие ну и была вы просто ну попробовали понравилось так что вот у нас специализация в основном это кольца было мечи булавы вот но на самом деле это не огранено то есть вот эти три таких стандартных вида реквизита это не все самом деле огромное количество другого есть реквизита жонглерского циркового но вот мы да по классике это классическое жонглирование на нашем случае так давай немножко вернемся к тавриде можешь рассказать что самое интересное ты там видел других представителей циркового искусства что тебя удивило да ну вот то есть были было большое количество мастер-классов причем ну вот из цирка дюссалей было несколько представителей это было очень интересно то есть не рассказывали про свой опыт а это ну все-таки это такой именитый на весь на весь мир прогремевший цирк вот ну вот я еще раз повторюсь вот мне повезло я живу в одном домике с вовой он как раз жонглер жонглер с цирка дюссалей вот он мне просто рассказывал мы смотрели видео я ему там показать какие-то видео которые мне нравятся то есть он очень такой открытый был для общения мы подружились и вот мне было вот больше всего вот это и интересно когда я ехал это именно познакомиться чтобы появились эти какие-то контакты и я думаю в будущем я с удовольствием съезжу в астрахань сейчас в астрахани живет и они к нам может быть приедут ребята то есть вот это был этого было очень хотелось а тогда там были конечно тоже выступления но вот поскольку само мероприятие они она не чисто как бы про жонглирование и так далее то получается вот мы их немножко не хватило выступлений хотя там были очень интересные уличные театры вот или очень понравились выступления но вот жонглирование было представлено не очень как бы обширно но было очень много интересных других выступлений мы уже начали обсуждать с тобой ваше сообщество жонглеры петрозаводска раз у вас скоро такая круглая дата что-то планируете ну как минимум мы сейчас обсуждаем вообще у нас есть такая традиция на юбилей мы собираемся там у кого-то дома у нас есть такие значимые для нас видеоролики про какие-то этапы нашего вот клуба и вот мы их просматриваем просто в таком как семейном кругу то есть как минимум будет такое мероприятие но скорее всего наверное мы устроим встречу где тоже продемонстрируем ролики расскажем про нашу деятельность и просто попьем чайку мы так далее сергей к сожалению наше эфирное время уже подходит концу большое спасибо что пришел к нам обязательно зови нашу съемочную группу на мастер-классы которые будешь по грантам проводить хорошо конечно приходите гостем нашей студии был сергей дорожан специалист молодежного центра смена победитель грантового конкурса тавриды тему дня вела Наталья Ирина всего вам доброго и до встречи